Результат обстрела украинскими войсками по поселке Семеновка. Вот очередная радость для мирных жителей. Смотрите, горит дом. Вот такая воронка от голубичного снаряда осталась на этом месте. Вот, посмотрим, какая она. Вот, можете сопоставить. Видите, кусок шифера куда ушел. Подойдем поближе, посмотрим. Мирно жили люди. Пришли украинские войска, которые борются с сепаратистами и террористами. И разрушили их жилища. Алло, есть кто? Вот так полует это здание. Там еще его друзья есть. Сейчас подниму, ополчился. Вот еще. Результат обстрела. Дом горит. Это уже второй дом. Только за полчаса. Вот что осталось от места, где жили люди. Вот то, что происходит в Семеновке 4 мая. Уже несколько домов разрушены и плавают. Семеновка 5 мая. Ну, сейчас начнется. Два! И второй глаз. Давай! Вот это круто! Субтитры сделал. Все! Все! Сигаретку нам нужно. О! Прихуел. а этого опять даже отлично я расприкурил сейчас я вам ставлю сигарету этому в горло попал они это старая миша и глаз смотри сейчас подкурим на пласточек на место это громозерка но волос выстрел подкурить нормально ну так вышло что сделаешь теперь но нормально а а а а все а а Дальше попробуй переподвести. Подожди, подожди, при... За вперед! Я его допил. Слушай, если это в эфире прошло... Давай! Давай. Это видео. Это видео. Ну все, закрываем. Все? Может, не до дня падает. Вот он тут рядом. Боец, капитан, куда они били-то? Похоже, направление на микрорайон химик. Не знаю, только снаряды долетают или нет, но именно в том направлении падают. Большие-большие снаряды. Это гаубицы? Или гаубицы, или, скорее всего, может быть, система минометного огня, систему или град, или ураган. Судя по сильным разрывам. Вот это не потому, что лупят сразу два-три взрыва идет сразу. И калибр большой. В общем, война идет самая настоящая с мирным населением. Даже не по позиции, а по журнам. Просто запугивают. Понял. Здравствуйте. Здравствуйте. Вон, ведут по заводу. Это же завод, да, Гарр? Да, на территории химпром. Это содержится много химических веществ. Фосфаты. А это разве химпром? Да. А говорили, это соляной какой-то. Нет? Это химпром. Вот смотрите, химический завод. По нему бьют из тяжелой артиллерии, из тяжелых минометов. Залповый огонь. В случае разрушения цехов этого завода, город будет просто отравлен. Там весь хранилища с веществами фосфаты. Фосфаты там хранятся и емкость с аммиаком. Это облако может город весь накрыть. Слышали? Если аммиак и фосфаты накроют весь город, то это будет проявление любви украинской власти к народу, который она считает своим. Никаких других проявлений любви мы не знаем. Вот еще видеосвидетельство. Это внутренности дома, в который попал снаряд прямой наводкой 3 мая, во время того самого боя. Вот что стало с жилищем людей. Этот дом находится неподалеку от передовых позиций ополченцев. Матальон Моторолы. А это вот уже сегодняшнее попадание. Был замечательный дом. А теперь руины. Здесь разводили цветы. Это такой мини-ботанический сад для ценителей необычных растений. Вот что осталось. А это результат выстрела вчерашнего танка. Поваренное дерево. Огромные там воронки. Напоминаем, все удар случился в тот день, когда Порошенко заявил о том, что он будет искать пути мирного урегулирования конфликта на Востоке. По-видимому, других путей сладкий мальчик Порошенко не видит, кроме как разрушать, убивать тех, кого он считает своими согражданами. Подожди, подожди. Кажется. Кажется. Продолжение следует...